Здравствуйте, ребятки, с вами Кодер. И в этом видеоуроке мы будем начинать писать наш тренер на C++ с нуля. Будущие видеоуроки мы разобьем на три части. Первая часть наших видеоуроков будет состоять из системного программирования, то есть это будет основа нашего тренера. Вторая часть это будет интерфейс нашего тренера, то есть GUI, графический интерфейс нашего тренера. И последняя, третья, завершающая часть это будет взаимодействие между интерфейсом нашего тренера и его системной частью. Итак, начнем. Самое первое, что мы должны будем реализовать это класс для работы с памятью игры. То есть он должен уметь читать память, писать у нее. И также в нем должны быть всякие фичи, допустим, выделить память или удалить память в процессе игры. И так далее. То есть функционал нашего класса мы будем расширять по мере запроса наших новых возможностей. То есть по мере нужды. Итак, начнем. Открываем студию. Создадим новый проект, пока консольный. Потом мы, когда дойдем уже до GUI нашего тренера, мы переделаем его в обычный 1.32. Пока что консольный. Обзовем мы его, наверное, в CPP тренера. Не будем создавать директорию в папке нашего решения. Нажимаем ОК. Делаем мы полностью пустой проект, то есть нам ничего не нужно. И жмем Finish. Класс для работы с памятью игры мы напишем новый. Так как в прошлых уроках уже был класс с памятью игры, мы, используя опыт прошлых наработок, сделаем текущую более совершенную, что в будущем упростит разработку нашего тренера. Итак, добавим обычный файлик CPP. Обзовем его Main. И теперь добавим класс в наш проект. Нажмем Добавить. Имя класса сделаем Memoreader. И жмем Finish. Итак, первое, что нам понадобится, это, естественно, вина фикмицы. Все необходимые уже открыты здесь во всех вкладках. То есть, вначале Open Process. Точнее, вначале у нас будет снимок всех процессов. Перебор этих процессов. Потом, по мере необходимости, открытие процесса. Чтение из него. Запись его. Изменение защиты памяти. Выделение памяти. И удаление памяти. Вот и все. Итак, давайте теперь по-быстренькому продумываем архитектуру нашего класса. Вообще, для начала нам понадобятся два хитра. Это Windows H и Teohelp32. И нам нужно их подключить. То есть, подключаем Windows H. И подключаем Teohelp32H. Без них нам никуда не деться. Конструктор нашего класса будет состоять, точнее, будет принимать два параметра. То есть, давайте сейчас вкратце об архитектуре нашего класса. Вкратце, у него будут следующие поля. Это имя процесса. Handle этого процесса. ID этого процесса. Буфер, куда мы сможем считывать, допустим, какие-то данные из процесса. И переменная, которая будет хранить наш буфер. Ой, точнее, не будет хранить наш буфер, а будет хранить размер нашего буфера. Извиняюсь. Ну и можно начинать теперь. Давайте будем принимать два параметра. То есть, первый это ProcName будет имя нашего процесса. Второй это будет буфер Size. Размер нашего буфера. По умолчанию пускай будет 32 байта. На деструктор мы ничего не передаем. Теперь нам нужно два метода добавить еще. Это Open и Close. То есть, метод, который открывает наш процесс, и метод, который закрывает. То есть, voidOpen пишем. Принимать он будет в себя один параметр. Это Access Rights. То есть, права доступа к памяти процесса. Значит, не то, что к памяти, а права доступа к этому процессу. То есть, называем Access Rights. И по умолчанию пускай у нас это будет процесс AllAccess. И метод Close, который будет закрывать наш процесс. Больше нам пока что ничего не надо. Теперь давайте добавим необходимые наши поля класса. То есть, это у нас будет непосредственно имя процесса. То есть, обзовем чарльзь, звездочка, m, pinName. Все методы класса у нас будут начинаться вот с такой вот приставочки. m и нижнее подчеркивание. Почему? Потому что m и нижнее подчеркивание обозначает, что это member класса. То есть, член нашего класса. Теперь handleHproc. mHproc. Также табуляцию наведем. Handle. То есть, это будет handle нашего открытого процесса. Теперь нам нужно переменную, в которой будет храниться ID нашего процесса. То есть, mpid. Теперь нам нужна переменная, которая будет нашим буфером. То есть, msig.chart, звездочка, mBuffer. Хотя как-то длинно, давайте упрощенно сделаем. Byte, звездочка, mBuffer. И переменную типа int можно. Int или size t, по вашему усмотрению, но у нас будет int. Вы можете использовать size t. Так, тут точку запятую не поставил. То есть, mBuffer.size. Заверим. Так, у нас есть уже базовый набор методов и базовый набор полей нашего класса. Давайте теперь напишем их конкретную реализацию. То есть, сами объявления у нас в ваш файле, а реализация в cpp файле. Здесь нам не нужно уже прислать ей дефолтное значение, так как мы это сделали в хидере. Так, что нам нужно? Здесь нам нужно просто, грубо говоря, будет записать в нашу переменную mpName имя процесса. То есть, ничего такого, с чем бы мы не смогли справиться. Пишем тогда mpName равно mvchart. Что мы сделаем первое, это определим длину нашего аргумента proxName. То есть, пишем strom.proxName и плюс один. Теперь мы пишем mpName равно mvchart. И теперь просто strcps, то есть, копируем строку нашу в mpName. Размер в байтах, это у нас ln. И исхода наша строка proxName. На этом наши действия в конструкторе почти завершены. Теперь нам нужно выделить память под наш буфер. То есть, пишем mbuffer равно mvchart, буфер сайз. В деструкторе мы просто удаляем наше выделение памяти. То есть, удаляем наш mpName и удаляем наш буфер. Об этом нельзя забывать. Или мы будем просто так расходовать ресурсы нашей системы. Так, конструктор и деструктор у нас готовы. Следующее, что мы делаем, это, собственно говоря, реализация наших open и close. Для того, чтобы мы могли открыть наш процесс, нам необходимо получить его ID. То есть, что мы для этого будем делать? Нам нужно будет добавить метод нашего класса, который мог бы разыскивать наш процесс и получать его ID. Давайте сделаем нашу функцию в private, так как наш класс будет полностью инкапсулирован. Поэтому мы не должны ничего выносить во внешнюю часть, так сказать, во внешнюю часть. Поэтому пишем void yet pid. Это наша private функция. Ее мы не будем вызывать из нашей основной программы. И давайте ее сейчас опишем. То есть, void main reader yet pid. Как я и говорил, мы сейчас воспользуемся вот этой вот замечательной функцией. Компьютерное название. Handle snapshot. Handle snapshot. Равно create to help 32 snapshot. Флаги, флаги, флаги. Th32.sc. Это у нас, по-моему, snap-модуль. Вот такой вот флаг. И наш thprocess.id это у нас mpid. Ох, стоп. Что я пишу? Я риск, который написал, извиняюсь. Это для получения информации нашего модуля. Но мы до модуля еще не дошли. Здесь у нас просто th32.sc. И snap-process. А pid у нас 0. Так, дальше мы создаем структуру процесс m332. То есть, это... В ней, так сказать, будут храниться записи о нашем процессе. То есть, обзаведем ее p-info. Укажем размер этой структуры. То есть, p-info. Точка... Как там у нее... Назвался этот параметр? DBSize, по-моему. Да. DBSize равно size. Process m332. Вот так вот это делается. Теперь, если мы в состоянии перечислять наши процессы, то есть, if. Process. 32.first. Передаем наш snapshot. И ссылку на нашу структуру p-info. То есть, если эта функция вернет нам истину, то мы можем перебирать наши процессы. То есть, все мы сделали правильно, и все работает должно отлично. Теперь, while. Process. 32.next. То есть, пока есть какой-то следующий процесс, мы продолжаем перебор. Snackshot и ссылка на наш p-info. Теперь мы будем сравнивать имя нашего процесса с тем, которое мы указали в конструкторе. То есть, с тем, которое мы передали в конструкторе. То есть, if. stricmp. Это независимый будет поиск от регистра. Это будет защищать от ошибок. То есть, в вашем регистре мы укажем его процесса. Он у нас найдет. Конечно, вы можете просто strcmp использовать, но для большей совместимости я буду именно stricmp использовать. От strcmp тоже ничего плохого не произойдет. Теперь мы сравниваем наше имя процесса mpname с p-info as z exe file. То есть, это имя нашего процесса. И если нам значение вернется как 0, вот что я тут написал. То есть, если нам вернется 0, то строки совпадают. Пока что ей не нравится. Ах, ну да. Кодировочку мы изменим на мультибайтовую. Ну, так-то лучше. Теперь мы можем присваивать нашему ID процесса соответствующее значение, то есть p-info. И th32 process.id Это то, что мы искали. Теперь мы закрываем хендл нашего сединка процесса. То есть, closeHandleSnapshot. И возвращаемся из функции, так как в дальнейшем перебирать процессы более не имеет смысла. Ну, как-то так. Если же мы ничего не нашли, мы все равно закрываем хендлом. И возвращаемся из функции. Перед этим положим наш mpid 0. Как-то так. Теперь мы можем приступить, собственно говоря, к реализации метода offer. То есть, поиск нашего процесса мы сделали, а теперь пора бы его и открывать, научиться. То есть, voidMemReader.open. У нас doubleWort.exe writes здесь. Что-то не нравится, все нравится. И здесь у нас просто mproc.hproc равно openProcess. Наши права доступа к нему. То есть, это accessRise. Затирать хендл или импс. Нет. И куда записать ID. Точнее, куда записать и передать функции. Какой процесс мы собираемся открывать. То есть, это наш mpid. По умолчанию, кстати, у нас mpid должно принимать нулевое значение. То есть, мы здесь пишем mpid равно yetpid. То есть, вызываем нашу private функцию. Ой. Мы просто вызываем yetpid, и что это я. Совсем здорово. Мы же в этой функции записываем его. Ну, вот и все. И простой метод close. VoidMemReader. Close. Здесь мы просто пишем closeHandle. mh-proc. И теперь можно проверить, как это дело наше будет работать. Подключаем iOS3. Объявляем нашу точку входа. VoidMain. SystemPause вызовем, чтобы у нас программа сама не завершалась. И подключим наш memreader. Наш memreader. Ой, не так подключаю. Так, теперь мы создаем экземпляр нашего класса memreader. То есть, наш memreader. Mem. Допустим, равен mu. Memreader. Имя процесса, поскольку у нас будет notepad.exe. Размер буфера оставляем такими. И mem. Mem. Open. Акции с write мы тоже не меняем. Также давайте добавим метод, который бы возвращал ID нашего процесса из класса. То есть, вводит. Включение вводит. Вводит, а добавим вот. YetPID. И его простенькую реализацию. То есть, вводит memreader. YetPID. Вызвать только его мы сможем. Этот метод мы вызвать из нашей программы не сможем, так как он у нас превейд в метке. И идем дальше. Здесь у нас просто однострочный. Return.mpid. И все. Благодаря этому методу мы сможем проверить работоспособность нашего класса. Так. Пишем. Пиани. Выведем в hex его. Mem. Идет в PID. Давайте запустим наш процесс. Скомпилируем наш программ. Все скомпилируем. И запускаем. Вот, пожалуйста. PID. И F8. Еще раз проверяем. Надо построить. Ну, пожалуйста. Все вывелось правильно. Итак, первая часть нашего урока об этом завершается. В следующей части урока мы будем уже работать с памятью процесса. На этом все. Всем удачи в геймкартинге. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok